Около 9 вечера в августе 2008 из Бешкаков в Тегеран вылетел Boeing 737 авиакомпании ТКР. Через 5 минут после взлета пилоты воздушного судна запросили посадку по техническим причинам. Спустя еще 8 минут самолет рухнул на землю у села Джанаджер, не долетев до взлетной полосы несколько километров. Из находившихся на борту 90 пассажиров, включая членов экипажа, погибло 64 человека. Этим рейсом на участие в финале чемпионата Азии направлялась молодежная сборная Кыргызстана по баскетболу. Причина катастрофы – ошибка пилотов. Однако, по словам директора школы Бахтия Рокадырова, летевшего с молодыми спортсменами, никто не понес ответственности за это крушение. Все быстренько закрутили, замазали, пилота посадили, потом его оправдали и он улетел. Виновных нету. Ни государство невиновное, ни система авиаперевозок невиновная, ни летчики невиновные. Все шито-крыто, а 8 человек с нашей школы погибло. Кроме того, по словам Кадырова, самолет, выполнявший рейс, эксплуатировался до того уже более 30 лет и побывал даже в зоне боевых действий. Первое крупное авиакрушение в Кыргызстане произошло 20 лет назад в одном из ущелий Джита Агузского района. Разбился вертолет, доставлявший на рудник Кумтор сотрудников предприятия. Тогда погибло 15 человек. Спустя 4 года при плохих погодных условиях вертолет Ми-8, забирая группу людей с охоты, разбился о скалу. Погибло 3 человека. В 2006 году при взлете в аэропорту Монас Ту-134 столкнулся с приземлившимся американским топливозаправщиком, не успевшим покинуть полосу. От столкновения пассажирский лайнер потерял часть крыла, но смог подняться в воздух и, сделав разворот, совершить аварийную посадку. Спустя 5 лет такой же самолет разбился при посадке в условиях плохой видимости в аэропорту города Ож. К счастью, 82 пассажира, в том числе 9 грудных младенцев и 6 членов экипажа остались живы. Еще одно авиапроисшествие в Кыргызстане произошло 2 года назад в том же аэропорту. При аварийной посадке Boeing 737 лишился всех шасси, левого крыла и выкатился на грунт. Жертв не было. По словам главного технического инспектора профсоюза авиаторов Касена Кутмоналиева, авиакрушение случается почти ежедневно практически во всех странах мира, включая и развитые государства. Но с 8 декабря авиакомпании именно Кыргызстана остались единственными среди стран СНГ. Кому все еще запрещен полет страны Евросоюза. До этого момента вместе с кыргызстанскими в небо Евросоюза не пускали и казахстанские авиалинии. Основное, то что мы попали в черный список, это как раз таки вопросы подготовки пилотов, как ведется работа агентства гражданской авиации. У нас в общем-то парк, вы сами знаете, покупая самолеты, те которые уже были в употреблении с других авиакомпаниях. В начале этого года заинтересованность приобретения 49% акций одной из двух государственных авиакомпаний «Эр Кыргызстан» выразили южно-китайские авиалинии. Если сделка состоится, Кыргызстан на пять лет получит несколько новых авиасудов западного образца для выполнения международных и внутриреспубликанских рейсов, а также воздушное судно для перевозки первых лиц государства. Будет переобучен летно-технический состав, а на авиационно-технической базе компании будет выполняться техническое обслуживание самолетов Boeing 737.